всем привет меня зовут катерина ярская украинская журналистка и я специально хочу дать это интервью на русском языке чтобы все кто посмотрят понимали что в украине никто не давит на носителей русского языка никто их не притесняет и тех людей которые говорят по-русски их не надо освобождать так сложилось что за неделю до нового года я переехала в мариуполе и планировала остаться в этом городе на месяцы а то и на годы долго не могла выбрать себе квартиру мне все не нравилось то район то многоэтажка и в конце концов я присмотрела дом неподалеку от драм-театра это главная площадь в городе типа как площадь независимости в киеве или как оперный театр в одессе там собираются на всякие митинги демонстрации и вообще там рождественская ярмарка в тот момент было и культурная жизнь люди туда выходили на прогулки за драматическим театром был каток все катались на коньках выпало много снега все было в иллюминации очень ярко очень красиво хотя в принципе все украинские города зимой раньше казались мне такими серыми неуютными не обжитыми но благодаря снегу благодаря всей этой иллюминации все было ярко все было очень круто мне понравилась квартира которую я сняла хотя там были очень странные картины например там была триумфальная арка в париже а напротив какие-то пруды я решила что пусть они останутся все это время я продолжала работать журналистики писала для журнала культуре и обществе снимала рекламу снимала ролики и видео и вообще у меня была довольно интересная но местами скучная и однообразная жизнь я вообще думала что буду жить очень спокойно и очень размеренно заниматься йогой бегать раз в сезон куда-нибудь летать но однажды феврале я проснулась от очень странного звука одно время я жила возле стройки и я подумала что это звук стройки как будто бы там упала плита или что-нибудь тяжелое но этот звук повторился несколько раз и потом в социальных сетях я прочитала о том что это был обстрел дело в том что оказалось что левый берег мариуполя это примерно 15-20 километров от центра постоянно обстреливали со стороны сортаны и это продолжалось годами то есть люди которые там жили они привыкли что со стороны так называемый днр постоянно идут обстрелы и не обращали на них внимание а так как я услышал этот звук впервые то я конечно очень сильно удивилась и примерно после этого многие сми начали писать о том что украине стоит готовиться к войне что россия нападет я сама работаю в сми сама читала все эти новости пыталась проверять факты пыталась находить первоисточники и уверенность в том что войны не избежать крепла во мне с каждым днем в конце концов в один из дней я собрала тревожный чемоданчик сложила туда все важное и понимание того что рано или поздно мне придется взять его в руки и уехать из города стало неизбежно утром 24 февраля я проснулась от звонка мой знакомый сказал мне что россияне пересекли границу украины и началось вторжение в тот момент я испытала какое-то спокойствие и даже наверное ну не то чтобы облегчение а какое-то вот такое спокойное понимание что теперь война началась ее не нужно ждать и теперь понятно что делать что теперь нужно защищать украину что нужно переобуваться из журналисты которые пишут о культуре и обществе в волонтеров парамедика или еще кого-то кто может быть полезным украине кто может защищать украину делать то что в его силах в первые несколько дней я принимала участие в эвакуации тех людей которые хотели выехать из мариуполя я приняла решение примкнуть к волонтерской организации которая стихийно возникла в нее вошли несколько общественных объединений и я всегда боялась их называть но сегодня я узнала что здание в котором мы базировались сожгли и я не знаю что случилось с теми людьми которые там остались я надеюсь что они успели выйти потому что мы продумали несколько путей эвакуации мы занимались тем что кормили переселенцев обеспечивали их медикаментами помогали людям которые остались без крыши над головой а в мариуполе очень многие люди остались без крыши над головой город фактически стерт с лица земли фраза о том что мариуполя больше нет это не фигура речи не метафора города действительно не существует не существует драм театра возле которого находился мой дом не существует района тысячи мелочей разбомблен главпочтам подорван пост мост левый берег и поселок восточный буквально стерт из лица земли люди которые жили там возможно сохранили свои жизни находясь в подвалах но кто будет извлекать их из-под завалов потому что даже спасатели не могут туда проехать три недели город был в блокаде не было света связи воды электроэнергии люди буквально пили воду из луж я видела как мои соседи охотятся на голубей и потом готовят их на кострах у нас же во дворе когда по телевизору говорят что в мариуполе гуманитарная катастрофа это именно то что вкладывается в понятие гуманитарной катастрофы первую очередь женщины дети старики люди которые нуждались в инсулине остались без него люди которые нуждались в онкологическом лечении тоже остались без химиопрепаратов больницы были переполнены плюс их постоянно обстреливали больницы роддом тоже когда их перенесли в другое здание его снова обстреляли такое впечатление что враг специально обстреливал мирные объекты в которых было большое количество людей и когда обстреляли импровизированный роддом в бассейне нептуна у меня просто опустились руки потому что я не понимала как так это не был стратегический или военный объект это был просто роддом где были роженицы которую которых дети должны были появиться на свет и мамы с детьми до года то есть они там просто прятались они там находились в укрытии в городе начались уличные бои примерно неделю назад и тогда же все стали говорить о том что вот-вот должны открыть зеленый коридор гуманитарный конвой который должен был подвести помощь медикаменты продукты в город не пускали но и из города не выпускали никого только 15 марта открылся зеленый коридор и первые частные машины отправились по нему я выехала на следующий день 16 марта и так вышло что машина в которой я ехала попала под обстрел автоматом с блокпоста не знаю что пришло в голову человеку который стоял на блокпосте но он просто дал очередью по мирной машине в нашей машине пострадала 12-летняя девочка она сейчас в тяжелом состоянии находится в запорожском госпитале нам удалось ее увезти и не оставлять в комендатуре которые заведовали чеченцы путь из-за мариуполя в запорожье по которому проходит эвакуация довольно сложный там находится около 15 вражеских блокпостов и когда мы приехали к первому украинскому блокпосту и до него было 800 метров я вышла из машины просто дошла до него и поздоровалась с военнослужащими которые там стояли для того чтобы для себя убедиться что мы уже на той территории который сейчас контролирует украина если честно я никогда так не радовалась украинскому флагу как когда увидела его в запорожье для меня дико то что сейчас я нахожусь в кривом роге держу в руках стакан чая за который можно заплатить с помощью карты или пайпас и потому что три недели в мариуполе не ходили деньги люди просто обменивали то что у них было на то что у них было на то что на то что они могли получить у других людей в городе орудовали мародеры ходить по улицам было просто опасно и то что сейчас осталось от мариуполя нельзя назвать даже остатками города его невозможно отстроить на этом месте наверное если разобрать завалы можно построить другой новый город но мариуполя как такового который был его уже нет знаю что мою полю пока он держал оборону присвоили имя города героя и мне бы очень хотелось чтобы спустя десятки лет когда это будет возможно мариуполь был отстроен и мариуполь помнил то как героически он держал эту блокаду потому что город до сих пор не взят несмотря на то что там орудуют орки несмотря на то что он в кольце там до сих пор остаются наши военнослужащие наши полицейские спасатели медики и огромное количество их попало в плен но они имея возможность не вышли из города остались там чтобы помогать людям чтобы защищать эту землю и то чувство гордости которое я испытываю и то чувство страха которое я испытываю за них они соразмерны сейчас когда в украине идет настоящая полномасштабная война я считаю что ни один человек не может оставаться в стороне мы не можем остаться дома укрыться одеялом с головой и просто ждать пока это все пройдет переждать уже не получится каждый кто может что-то делать должен это делать если вы понимаете что вы не военные не врач не специалист вы можете идти чистить картошку волонтерском центре помогать готовить еду вы можете фасовать продукты вы можете перебирать гуманитарку помогать формировать гуманитарные грузы но сейчас каждый должен включиться потому что маленьких дел уже нет каждое дело которое мы делаем это большое дело это дело нашей победы и только так украина сможет победить слава украине и но Продолжение следует...